А чиновники одного из прикорпатских сел с красноречивым названием Завой прославились широким жестом. Они продали землю, не размениваясь на мелочи, прямо вместе с дорогой. И людям теперь ни до города не добраться, ни в лес попасть. Есть ли у них шанс эту дорогу вернуть, выясняли мои коллеги. Вот эта дорога в селе Завой, кратчайший путь до областного центра, а еще возможность добраться до леса. Но 16 лет назад территорию вместе с дорогой сельсовет продал предпринимателю, а тот проезд людям закрыл. Селяне говорят, предприниматель заявил, что никакой дороги здесь никогда не было. Но они нашли генпланы села разных времен, и на всех проезд указан. Металлические ворота и знак «Стоп». То, что здесь ни проехать, ни пройти, убедились и мы. Как произошло, что дорогу отдали в частную собственность? В сельсовете признают, сделали это незаконно. Но не они, а предшественники. Мол, когда-то здесь были цеха воинской части. Предприниматель их выкупил вместе с землей. Была на территории намальована дорога, а потом ту дорогу немножечко вытер. Против бывшего сельского головы в прокуратуре возбудили дело. Но сразу закрыли, по истечению срока давности. Селяне пошли в суд. В 47-м году вот тут вот, есть, что забрали эти леса, забрали земли под окружающий, занятый артиллерийский полигон. На основе этого документа? Вот до этого они ему дают такую доведку, и суд берет эту доведку, понимаете? Не добившись правды в судах, люди вышли на акцию. Однако непредпринимательные чиновники к ним не приехали. Сегодня акцию хотели повторить. Но вмешалась замгубернатора. Был только замгубернатора администрации. Представник той, что приватизировал эту дорогу, находится в Днепропетровске. На другой тоже он приезжает. И она, если нужно, она особо там пьет, и она эту дорогу нам выделит. И будут нам эту дорогу сделать. Предприниматель согласился выделить почти 300 тысяч гривен и сделать объездную трассу. Жанна Дучак, Зиновия Автоназ, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.